Просто не выдержала. Учительница географии, которая избивала свою приемную дочь, мечтает вернуть ее в семью. Любовь Шварцко проскаялась в жестоком отношении к ребенку. Какие аргументы она приводит, куда смотрелись соседи и органы опеки, разбирались наши корреспонденты. Это мы с мамой, так сказать. Это семья. Трешка. Эту работу она выполнила сама практически. Поделки, аппликации, на картинах животные, цветы, счастливые малыши и родители. Детские рисунки, Любовь Шварцкоп бережно хранит в альбомах. С виду заботливая мать, школьная учительница. Так всем и казалось, пока в сети не попали эти кадры. Истеричный рев, крики. Она поднимает ребенка за уши и трясет. Затем берет ремень и со всей силы начинает им бить. Жестокое наказание за то, что семилетний ребенок не произнес нужные слова. Эти жуткие ролики облетели всю страну. Синяк. Мы вчера. Нам мама шибунула. Больно? А? Нет. Девочке семь лет. На воспитание ее взяли, когда той был год. После того, как эти кадры просочились в сеть, горе-матерью заинтересовались в полиции. Следователи зафиксировали как минимум семь подобных эпизодов. Выяснилось, видео снимал отчим. Павел Родионов даже стал героем программы «Пусть говорят». Я заснял это так, как соседи думали, что я избивал девочку. Воспитатели видели в садике синяки, тоже на меня косо смотрели. Поэтому я и заснял это видео. Когда видео появилось в сети, ребенка у Любови Шварцкоп забрали. По словам специалистов органов опеки, семью они проверяли раз в полгода. Разговаривали, смотрели на все. Всегда была ситуация спокойная. Каких-либо нарушений со стороны опекуна выявлено не было. Фактов ненадлежащего исполнения обязанностей не было установлено в ходе проверок. Не слышали детского плача, не видели синяков и соседи. Все как один говорят. Любовь и ее приемная дочь выглядели счастливыми. Сама учительница географии, 38-летняя Любовь Шварцкоп уверяет, ребенка любила. А в тот день просто не выдержала. Реально в свое время, пока она у меня была, вложила всю себя. Я подняла ее с такой ямой, в которой там она была. Против Любови Шварцкоп возбуждено уголовное дело и грозит до 7 лет лишения свободы. Ведется проверка и в отношении органов опеки. Сама девочка сейчас находится в другой приемной семье. С ней работали психологи, она успешно прошла адаптацию.